Добрый вечер! Информационная картина понедельника в материалах корреспондентов ОРТ Планета в студии Оксана Боричева. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В региональном МЧС просят оренбургских автомобилистов быть внимательнее на дорогах. В ближайшие сутки погода в регионе резко ухудшится. Сегодня ночью в некоторых районах области ожидается сильная метель. Синоптики прогнозируют и порывистый ветер. На дорогах ухудшится видимость, местами сильный туман. В госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Погодные условия могут стать причиной серьезных ДТП. Только за минувшие выходные в Оренбурге произошло около 200 аварий. Больше 20 человек получили серьезные травмы. Один человек погиб. Прошедшие выходные прибавили работы не только с сотрудником ГИБДД. За эти выходные по области пожарные 21 раз выезжали по тревоге. В Тотском районе в селе Богдановка из-за неправильной эксплуатации печи загорелся жилой многоквартирный дом. Погиб мужчина без определенного места жительства. Еще одно серьезное ЧП произошло в Матвеевском районе. Старый деревянный дом в селе Кузькино сгорел меньше, чем за час. При пожаре погибла младая женщина и ее 4-летний ребенок. В момент ЧП в доме находилась вся семья. То, что не открыли дверь сенца и в дом пошел огонь. Потом кошка вылез сожитель моему материну. Дала ребенка маленького и старшего. А этот средний сжатался. Пожарным потребовалось больше трех часов, чтобы полностью ликвидировать пламя. На месте работали 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара уже установлена. В доме замкнула электропроводка. Всего за выходные три пожара произошло в Оренбурге, два в Абдулинском и Алексеевском районе и Бугруслане. Пожарным пришлось потрудиться и в Адамовском и Тотском районах, а также в Новосергиевке. Основные причины по-прежнему неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и нарушение правил эксплуатации печи. С начала года по области произошло больше 20 тысяч преступлений. Самые резонансные – это разбойные нападения и крупные финансовые махинации. Подробности у моей коллеги Анастасии Матвеевой. Свечки охапкой взял и терял по дороге. Он там потерял. И за окном, когда вылезал, тоже выпали. И когда убегал, видимо, тоже там свечки нашли. У этих грабителей буквально ничего святого. Неизвестные разбили окно храма и проникли внутрь. Кроме серебряных крестиков, православных календарей и свеч, злоумышленники прихватили книгу, как часто нужно причащаться. Впрочем, прочесть о ней ее явно не успели. Их задержали в тот же день. Как вы думаете, для верующих человека это вообще хороший поступок или очень плохой? Это очень плохой. За это Господь очень сильно наказывает. Своё наказание нигде не работающий мужчина понесет и в мирской жизни. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье кража. До 15 лет лишения свободы грозит мужчинам, совершившим разбойное нападение на фуру. На трассе Оренбург-Самара водитель больше груза заметил, что пробил колесо. Когда автомобиль остановился, на него налетела группа мужчин в масках и полевой в военной форме. И она сейчас оправдывается, уже больно, уже ногами пихает, они заново в дюрнились, указали пистолетом. Водители его напарника связали и забрали весь товар. Его рыночную стоимость оценили почти в 2 миллиона рублей. Были задержаны лица, совершившие данное преступление. Ими оказались 4 уроженца города Орска Оренбургской области в возрасте от 41 до 60 лет. Полицейские раскрыли серию разбойных нападений на ломбарды, почтовое отделение и офисы микрозаймов. На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в один из таких офисов, кладет записку на стол. Через несколько секунд девушка отдает ему конверт с деньгами и уже позже становится понятно, это было ограбление. По такой же схеме мужчина совершил еще одно ограбление. Чтобы задержать злоумышленника, полицейские устроили засаду возле всех офисов микрофинансирования города. Как позже пояснил подозреваемый, этот способ записку он придумал, чтобы не применять насилие. Не было средств существования и решил таким способом, глупым, пытаться заработать на жизнь. Одним из самых громких дел стало задержание группы лиц, которая занималась махинациями в банковской сфере. Ущерб от их деятельности оценивается в миллионы рублей. По местам работы и жительства фигурантов было проведено более 40 обысков, изъятой печати, финансовые документы и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Всего же за 9 месяцев этого года по области произошло более 20 тысяч правонарушений. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Анастасия Матвеева, Новости дня. 54 кадета представили Оренбургскую область на параде памяти. В Самаре на площади имени Куйбышева прошел патриотический и уже ставший традиционным парад памяти. В этом году он посвящен 75-летию исторического парада и присвоению Самаре статуса «Город трудовой и боевой славы». В параде принимает участие около 30 тысяч человек со всех регионов Приволжского федерального округа. Воспитанники Оренбургского кадетского корпуса имени Неплюева участвуют в параде уже в третий раз, но каждый раз в новом составе. Не ожидал, что будет такого масштаба. Этот парад для меня очень важен, так как мой отец, мой дед, мой прадед участвовал в войне. Мой отец служит в пограничных войсках ФСБ России. Мой дед служил в полиции. Мой прадед прошел войну, участвовал в обороне Ленинграда, в освобождении Кёнигсберга и также дошел до Берлина. Такие мероприятия, они очень важны для нашего поколения, для нас в общем. Это все нравственное воспитание, как детей, подростков, для правильного направления их цели в жизни. В параде представлена военная техника времен Великой Отечественной войны, включая самолеты Як-52 и ПО-2. Демонстрируют и современное вооружение России. Но зрелищной частью мероприятия стала реконструкция битвы под Москвой. Парад Победы проходит в пятый раз по инициативе партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». По традиции, организаторы подготовили для участников и гостей марш-бросок «Две столицы, одна судьба», посвященной событиям 1941 года. Тогда, после военного парада Куйбышева, 7 ноября солдаты сразу шли на фронт. О том, как прошел парад памяти, смотрите уже в ближайших выпусках новостей. В Новосергиевском районе счастливыми обладателями собственных квартир стала 21 семья. Это дети-сироты и переселенцы из аварийного жилого фонда. Все квартиры, сделанные под ключ, счастливыми новоселами, познакомилась Инна Маркелова. Этот дом сдан в сентябре. 33 квартиры в ожидании своих владельцев. Для многих государственная программа – единственный способ обрести крышу над головой. Работала я как бы кассиром в магазине, но там невозможно как бы накопить на квартиру. Ой, мурашки бегут по телу. Скорее охота получить и зайти в новый дом. В этом году 35 детей-сирот Новосергиевского района уже обрели свое жилье. Из ветхого аварийного фонда расселено 114 человек. Хочу сказать большие слова благодарности. В адрес руководства области Сергеевич сказал, губернатора, правительства, которое представляет наш земляк Сергеевич Балыкин, в том плане, что мы имеем возможность активно работать по тем программам, которые поддерживаются рублем, хорошим рублем федерального и областного нашего бюджета. Только в 2016 году на обеспечение жильем детей-сирот в Оренбургской области выделено более 400 миллионов рублей. 360 из них из областного бюджета. Жилье получат 456 человек. По программе переселения из аварийного жилья за последние три года в области более 6,5 тысяч человек получили комфортное и безопасное жилье. Планируется еще до 1 сентября 2017 года создать безопасные условия для 6-9 тысяч человек. То есть программа выполняется, работает. Есть районы-лидеры, есть там, где приходится нам усиливать работу. Поэтому сейчас ежедневно во вторник мы проводим селекторное совещание с теми территориями, к которым необходимо еще подтянуться. Семья Володиных не один год вынуждена была снимать жилье. Ключи от собственной квартиры стали приятным и неожиданным подарком. И зал такой большой, клевый вообще. Сыну тебе нравится? Держи скорее. В квартире чистовая отделка, установлена сантехника, работают все системы коммуникаций. Хорошо, что существует вот эта вот программа по обеспечению жильем. То есть очень даже хорошо помогает. Сегодня ключи получили 12 детей-сирот и 9 семей, переселяемых из аварийного жилого фонда. Осталось только по своему вкусу обставить квартиры мебелью. Инна Маркелова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас реклама, после которой продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Самым ярким культурным событием этих дней стал юбилейный джаз-фестиваль имени Юрия Саульского «Евразия». Он проводится в Оренбурге в 20-й раз и ежегодно собирает ведущие джазовые коллективы со всего мира. Чем удивляли организаторы на этот раз в материале моих коллег. «Быть свободным» Ее слова со сцены звучат, будто призыв. Солистка Антуанет Монтагью с первых нот захватила зал. Джаз не знает границы. В этот вечер нью-йоркский квартет покорил публику своей импровизацией. Его руководитель – известный пианист Илай Емин, посол культуры в 20 странах мира. Американский музыкант активно гастролирует по России. Приглашение оренбуржцев принял без раздумья. Джаз – это место, где встречаются запад и восток, богатство и бедность, белые и афроамериканцы. Ритм свинга доставляет большое удовольствие и заставляет ощущать себя людьми. Российские музыканты приготовили свой ответ в высшей лиге нью-йоркского джаза. Алектина Полякова – одна из тех, кто смог покорить совсем не женский инструмент – тромбон. Совместно с квартетом Solar Wind исполнительница продвигает новое направление, в котором совмещен романс и джаз. Не обошли стороной и год российского кино. Коллектив «Фортуна Бразбенд» погрузил гостей в историю мирового кинематографа. Юбилейный фестиваль проходил лишь два дня. Программу пришлось сократить. Финансовые трудности коснулись и культуру. Однако в зале свободных мест не было. Во время выступления камерного оркестра Олега Лунстрома зрители стояли даже в проходах. Оренбург еще раз подтвердил свой статус евразийской столицы джаза. Алина Лебукаева, Роман Боричев. Новости дня. Митингом и праздничным концертом отметили в Оренбурге День народного единства. Сотни человек пришли 4 ноября в культурный комплекс «Национальная деревня», чтобы стать участниками торжества в честь государственного праздника, расскажет Виталий Дерябин. Заявить о единстве оренбургцы приходили целыми семьями. Среди участников праздника много молодежи. Для многих 4 ноября не просто дополнительный выходной. 4 ноября я считаю, что это день, когда народ сплачивается друг с другом. Как его надо проводить? Ходить друг к другу, гости, или вот так встречаться в национальной деревне. На сцене сначала митинг, потом концерт. Атмосферу праздника создают оренбургские творческие коллективы, а также полевые кухни, которые предлагают для лучшего настроения на очень свежем ноябрьском воздухе как следует подкрепиться. Кстати, совершенно бесплатно. Чем угощаете? Каша гречнева с тушенкой. На морозе помогает? Очень. А ничего не наливайте покрепче? Чай с сахаром. Мы вместе, значит мы, сила. Таков главный смысл этого праздника. Его корни уходят в далекое прошлое, когда, забыв распри и междоусобицы, россияне различных национальностей и разного социального статуса, как сказали бы сегодня, объединились и изгнали ненавистных интервентов, которые воспользовались смутой и временной слабостью страны. Единое общество, перед которым стоят общенациональные цели, это здоровое общество, которое может достигать успеха. Когда общество разделено, никаких общих задач решить невозможно. И только все вместе мы преодолеем все невзгоды и выполним все задачи. Поэтому с каждым годом этот праздник становится более массовым и празднуют этот праздник все от сердца в душе. Наши мужчины, вообще наш народ способен и на подвиг, и готов к жертвенности во всех отношениях. И так как мы любим нашу Родину, никто свою Родину не любит. Любить Родину. Каждый эти слова воспринимает по-своему. Любить Родину значит любить свой край, своих родителей, свою семью, свой народ. День народного единства – праздник относительно молодой, но обретающий все большую популярность. Значит и силу тоже. Виталий Дерябин, Игорь Бюроев, Павел Рубанов. Новости дня. На телеканале ОРТ «Планета» продолжается четвертый сезон ток-шоу «После школы». Кто станет гостем очередного выпуска, расскажут наши корреспонденты. Команды старшеклассников продолжают борьбу за главный приз проекта «После школы». 100 тысяч рублей и дополнительные баллы к ЕГЭ. По-прежнему лидирует команда «Элита». Их наставники – преподаватели Оренбургского педагогического университета. Под их руководством начинающие журналисты становятся настоящими профи. Представительница «Элиты» провела предварительную работу, опрос. Это очень ценно, то есть она подготовилась. Очередной гость ток-шоу «После школы» – директор Оренбургского музея изобразительных искусств Юрий Комлев. С ним ребята рассуждали об искусстве, о хранилище истории. Командой интересовало, когда Юрий Эдуардович сам впервые посетил музей. Как хранятся экспонаты? Юрий Эдуардович, как Вы считаете, по Вашему мнению, это искусство? Да, это замечательное искусство. Вы художник. В финале беседы гость поблагодарил ребят и вручил книгу участнику команды «Элита» Александру Яковлеву. Ну, хотелось бы, наверное, отметить вопрос про политику, про культуру. Какие еще тайны раскроет директор музея? Как оценят работу юных корреспондентов строгие эксперты? Узнаем завтра в программе «После школы». Проголосовать за понравившуюся команду можно на официальном сайте проекта «Школа-медиа.ру». Елена Нефатьева, Дмитрий Лькаев. Новости дня. Накануне вечером поклонники Оренбургской футбольной команды с волнением следили за очередным матчем. На этот раз он выдался захватывающим. Комментаторы не переставали удивляться красивой и зрелищной игрой Оренбурга и Краснодара. Как закончилось противостояние, знают наши корреспонденты. Первые семь минут для оренбургских футболистов и, конечно, болельщиков стали настоящим испытанием. Александр Гутер дважды доставал мяч из ворот, который по разу туда отправили Маурисио и Ари. Но уже на 15-й минуте надежды болельщиков стали не просто возрождаться, крепнуть и расти. Пропущен дальний удар Бреева, затем дважды отличился полуяхтов. Вратарь Краснодара Критюк подворачивает ногу и просит замену. Первый тайм хозяева доигрывает в десятером. С красной карточкой поле покинул Куаси за фолл против Делькина. Второй тайм Оренбург был настроен не просто удерживать счет, но играть наступательно и зрелищно. Хотя игра пошла спокойнее, были проведены замены. Но, по словам Роберта Евдокимова, игра разладилась. И удаление малых за гробый фолл против Акрешвили лишь усугубило ситуацию. Жазин и Мартынович поставили точку в счете 3-3. Пропустили два гола. Краснодар забил в своем стиле, со стеночками, с коротким пасом, с выходом один в один. Но затем мы вернулись в игру. И вернулись в игру не потому, что там Краснодар ослабился, наверное, да, а потому что мы тоже умеем играть в футбол, умеем и мяч контролировать, и атаки проводить, что мы и показали, плюс, конечно, стандарты. Когда мы играли на кубок, да, было преимущество у Краснодара. Но это, опять же, преимущество в центре поля. Если по голевым моментам, я могу сказать, что мы что и в той игре, и что и в этой игре не уступали. 3-2 вели, плюс команда в меньшинстве Краснодара осталась. Конечно, я думаю, упустили три очка. И тем не менее, ничья дала возможность обойти Екатеринбургский Урал и занять 12-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч Оренбургцы проведут 19 ноября. На стадионе «Газовик» Оренбург будет принимать столичный локомотив. Еще из новостей спорта. В областном центре прошел матч Лиги Европейских чемпионов по настольному теннису. Оренбург принимал звезд мирового спорта. Однако игроки «Факел Газпрома» не оставили гостям ни малейшего шанса на победу, продолжит Яна Корчик. Центр настольного тенниса в Оренбурге знаком многим звездам мирового спорта. В этот раз в рамках матча Лиги Европейских чемпионов оппонентом клуба «Факел Газпром» выступил восьмикратный чемпион Дании «Раскилл» и борт-теннис БТК-61. И его именитые игроки – китаец Юджей Аджай, голландец Ивардус Аствудер и датчанин Клаус Нильсен. Но им не сравнится по рейтингу с теннисистами «Факела Газпрома». Джун Мизутани – пятая ракетка мира, Дмитрий Овчаров – шестая, капитан команды Владимир Самсонов – девятая. Первыми скрестили ракетки Ивардус Аствудер и Дмитрий Овчаров. Все три сета игрок «Факела Газпром» завершил почти с двойным отрывом от соперника. Таким образом, Овчаров принес своей команде первое очко. Во второй партии Джун Мизутани буквально разгромил Юджей Аджай. В каждой из трех партий датчанину китайского происхождения не удавалось набрать больше шести очков. Более напряженным оказался третий микроматч, где сошлись Клаус Нильсен и Владимир Самсонов. Первый сет Самсонов завершил с явным преимуществом – 11-5. В двух следующих партиях Нильсен смотрелся бодрее. В середине схваток игра шла очко в очко. Однако Владимир Самсонов заставлял соперника совершать ошибки. В итоге Владимир выиграл свой микроматч в сухую. А клуб «Факел Газпром» одержал триумфальную победу со счетом 3-0. Все сегодня были в довольно неплохой форме. Как мне показалось, выиграли 3-0. Не проиграли ни на ворсета. Конечно, очень приятно так выиграть. Надеюсь, что зрителям понравился матч. Всего 16 клубов выступает в Лиге Европейских чемпионов. Они разбиты на четыре группы, по четыре команды в каждой группе. Мы сейчас находимся на первой позиции. Следующий матч «Факел Газпром» проведет во Франции 25 ноября с клубом «Анже». Яна Корчик, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. И в заключении выпуска кадры, которые сняли наши корреспонденты по пути из командировки. На въезде в Новосергиевку сидит большая собака. И оказалось, что пес не сходит с одного и того же места уже несколько месяцев. Сейчас про эту собаку знает весь Новосергиевский район. Прямо возле стелы не одну неделю сидит пес. Откуда он взялся, никто не знает. Но местные уверены, хозяин бросил его на произвол судьбы. А он верно ждет его здесь, в надежде на то, что хозяин все-таки вернется. Проезжающие мимо подкармливают собаку. Но вот взять ее домой пока так никто и не решился. Я узнала от папы, что тут сидит собачка. Даже уже летом мы ее хотели забрать, но ее тут не оказалось. Вот она возьмет, вот она покушает и она сразу убежит. Верность собак уже не раз доказана. Похожий случай произошел и в Тольятти. После аварии, в которой погиб хозяин, собака по кличке Костик ждала его долгих 7 лет. Пес так и не смог привыкнуть к другому человеку и умер на своем посту. Теперь Костик увековечен в камне, как напоминанием людям о самоотверженной верности. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и хорошего вечера с Ортой Планета. Все ждут зиму. Все обувные магазины города давно готовы к сезону. Как я не устаю говорить, обуви в городе много. Дом обуви один. Уникальность дома обуви на Алтайской заключается в том, что в одном месте вы можете купить обувь различных стран-производителей. Вот сейчас с нами рядом обувной салон европейской обуви. Здесь представлена очень хорошая коллекция зимней финской обуви. Это настоящая финская зима для женщин старшего возраста, даже для наших бабушек. Модную, красивую итальянскую обувь можно купить именно здесь. У нас на Алтайской целый мужской зал. И удобное, и модное, и комфортное. Все для вас, мужчины. Все, что вы хотели купить в доме обуви на Алтайской, вы можете приобрести в наших же магазинах в ТРЦ «Север». Продолжение следует...